Добрый день, коллеги! Мы с вами на Курьяновских знаменитых очистных сооружениях, которые были построены несколько десятилетий тому назад. И вот в таком первозданном виде существовали до настоящего времени. Это, конечно, давало серьезную экологическую нагрузку на близлежащие районы. Все бы ничего, но дело в том, что объем сбросов за последние 10-20 лет существенно увеличился, а плотность застройки близлежащих районов возросла. Соответственно, конечно, и экологический негативный эффект усилился, в том числе, конечно, и количество жалоб, которые исчислялось ежегодно сотнями. В 2012 году мы приняли решение о радикальной реконструкции Курьяновских очистных сооружений, первого блока, в первую очередь, который находился в самом безобразном состоянии. Он сегодня практически построен заново по новой технологии. Более того, за этот период времени все отстойники, в первую очередь, были закрыты, накрыты специальными крышками и часть других технологических объектов. В результате количество выбросов, количество нарушений ПДК сократилось в два раза, а количество жалоб уменьшилось практически в 10 раз. Это, конечно, серьезный прорыв в области экологии, вокруг одних самых сложных объектов города с точки зрения экологии, это Курьяновских очистных сооружений. Я прошу доложить, как идут работы и какие задачи на будущее. Сергей Семенович, 14 декабря первый блок полностью введен в нормальную эксплуатацию. Запущены все аэротэнки, все 8 аэротэнков, запущена вся система первичных и вторичных отстойников. Выведены из эксплуатации наиболее такие вот объекты, которые давали выброс сероводорода, это елоуплотнители, каналы, за счет того, что применили новые устройства по очистке ила. Все это, как вы сказали, на самом деле нам дало возможность снизить выбросы сероводорода практически до 90%. Ну и на сегодняшний день мы приступили к второму блоку станции. Он выведен из эксплуатации. Первый ввели, второй вывели из эксплуатации. Подрядная организация приступила к демонтажным работам. Ну и стоит задача в этом году максимально объема. Александр Михайлович, здесь применены впервые в России новые технологии по тем конструкциям, которыми были накрыты отстойники. Что это за конструкция? Сергей Семенович, мы на самом деле ушли от традиционных перекрытий. Здесь облегченные плавающие крышки, которые фактически ушли от таких больших, серьезных конструкций. За счет этого получили удешевление. А с точки зрения эффекта, экологического эффекта? С точки зрения экологического эффекта мы считаем, что эффект выше. Почему? Потому что плотность перекрытия намного выше. То есть мы фактически на воду положили эти крышки. А как устроены газоволавливатели? Все равно испарение происходит, а застойник? Так точно. И там, где идет выброс через вентиляторы, везде стоят фильтры. В основном наши отечественные фильтры Corona 2. Хорошо. Поедемте посмотрим еще, как будет работа. Спасибо. 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 Спасибо.